Здарова, друзья, с вами Солдар, продолжаем проходить мод OP 2.2. Перед тем, как мы начнем, небольшие, скажем так, ответы на вопросы, возможно, какие-то, и объявления, ну, в общем, в целом, инфа. Теперь, помимо того, что я не буду получать доход от показа ютубовской рекламы в России, еще теперь я не получаю доход от ютуб премиумов, от спонсорских подписок и от всего такого прочего. То есть от спонсорок на канале сейчас нет никакого смысла, и я даже не знаю, куда идут теперь эти деньги за спонсорки. То есть раньше часть из этих денег забирал ютуб, часть забираешь ты. Ну, знаю, небольшая сумма, на самом деле, у меня не так много спонсоров, и не такие уж они и дорогие эти спонсорки. А теперь я вообще не знаю, куда эта сумма идет, чё с никого. Я не знаю, можно ли сейчас оформлять спонсорство в целом, может, эту функцию в целом пока заблочили, я без понятия. Но это жестко. Но по факту мой, скажем так, доход со стримов, да, это всегда был чисто донат, и спонсорки и прочее, ну, так, типа, ну, совсем чуть-чуть. Но сейчас единственное, наверное, на чём я могу получать доход, это чисто стримы, потому что с ютуба, ну, там прям совсем мало падает. Ну, жить можно. В 2017-м у меня было так же, и я не жаловался. Но в 2017-м, скажем так, и цены на всё были другие, да. Короче, беда. К чему я веду? Я создал аккаунт на стриминговой платформе китайской, которая вот недавно начала, скажем так, быть на слуху, да. Многие люди стали задумываться о переходе туда, о регистрации там аккаунтов. Трово, короче, называется. Трава сраная. Я там зарегался и хочу попробовать постримить. Ссылку на аккаунт я оставлю в описании. Возможно, уже завтра я включу там стрим. Ну, вероятно, по сталкеру. Посмотрим, чё и как. Потому что, смотрите, на Ютубе сейчас монетизация у меня минимальная. А на Трово есть какая-никакая монетизация. Её получить довольно-таки нетрудно. Особенно, если у тебя уже есть какая-то аудитория. Ну, и там плюс донаты, всё. Вот эта вот вся тема тоже будет. То есть, такая некая вторая замена отсутствующей монетизации сейчас на Ютубе. Ну, грубо говоря, отсутствующей. Вот, буду стримить там. Посмотрим. Потестим. Если понравится, то мы продолжим. Если нет, то... Ну, скорее всего, вероятнее всего, когда вся вот эта вот хрень пройдёт. Я всё равно буду стримить на Ютубе. Ну, посмотрим. Может, Трово реально прям так хорошечно затянет и хорошо себя проявит, что, может быть, там и осядем. Но это только стримы. Видео, понятно, ничего с ними не будет. Я всё так же буду каждый день записывать. Но иногда мне будет впадло и ничего не будет выходить один день. Короче, всё как обычно. Всё. Вроде всё сказал. Можете ещё на мою тележку подписаться. Я знаю то, что сейчас много кто, скажем так, почаще сидит в Телеграме, да. Потому что все призывают туда, всякие стримеры, ютуберы подписываться для поддержки связи. И вас тоже призываю. Моя тележка с лета существует. Вот. Там почти 8 тысяч подписчиков. Мне там всякую хрень пощу. Поэтому, если интересно, если не хотите потерять со мной контакт, связь, то тележку прикатывайте свою. Буду рад. Вроде всё. Всё сказал. В прошлой серии мы спасли учёных. Получили достижение Ангел-Хранитель. И сейчас я перехожу на Янтарь. Не знаю, чё на Янтаре. Чё я в этой серии вообще буду делать. Посмотрим. Просто посмотрим. О-о-о. О-о-о. Новые бараны тупорылые. Я что, вас зря спасал? Понятно. Но, ребят, это уже не мои проблемы. Чё это за херня? Не буду это комментировать. Ох, ты ж ёпт. Короче, картина такая. Захожу на Локу. А тут какой-то взрыв и два бандита. Ну, это, видимо, то, о чём говорили мне перед переходом на Янтарь. То, что мародёры тут мочканули сталкера. Вот, твари. Сейчас мы глянем, чё тут и как. Куда второй делся? Вот так вот. Кто такие? Лёха Градус. Короче, ничего интересного. Я не знаю, чё мне делать с Хабаром. Мне сейчас экзоскелеты нужно будет таскать по заданию Петренко. Мне ещё вот это вот дерьмо с дороги нужно убрать и куда-то перетащить. Не, ну, в целом, кстати, можно, наверное, просто чуть переместить рюкзак там куда-то повыше, да? Куда НПС не заходят. Хотя, мне кажется, они и сюда не заходят. И будет наш тайник на дикой территории, куда можно будет сбагривать всякое говно. Но пока не уверен. Так, Коля Колпак, сталкер, опытная записка убитого сталкера. Пишу заранее, так как не знаю, что ждёт меня завтра. Пришёл в зону, как и все подзаработать, но не знал, что здесь, как из-за периметра, царят грязь и предательство. Прошу того, кто найдёт эту записку, передать моей семье, что я их люблю. Вот номер, заранее благодарен. Ой, чё за фигня, я сам чуть не взорвался. Коричневый бандитский плащ выпал, понятненько. Говорят, тайник на янтаре сейчас бы выпал, жирный, но вот, к сожалению, пока не смог она собирать столько аптечек. Зомбированные тут гуляют, а чё-то... Как-то янтарь выглядит не очень мрачным, да? Ай, точно. В оригинале янтарь какой-то вот постоянно серый, тёмный, а тут вот я даже забыл, что это опасная мистическая локация, по которой гуляют зомбированные. Мне срочно нужно поспать, я надеюсь, у Сахарова будет какое-нибудь спальное место, там кроваточка, чё-нибудь такое. Бывает. Как-то так. Такая вот грустная история. Ну чё, парни, давайте знакомиться. Ладно, это мы уже всё знаем. У меня в детстве почему-то, знаете, чё слышалось? Не калибровку, а калиброс. Я думал, чё такое калиброс? Какой-то там, наверное, супер жёсткий процесс, интересный. Так, сюда пока говна всякого поскидываю, вроде синего ящика этого не должны своровать, а если и своруют, то сами знаете, что будет с тем, кто своровал. Капец, у меня 8 М203-х. Подожди, а мне же не М203 нужны, мне костры нужны, разве нет? Мне кажется, я скоро в ОПшке дойду до такого, да хотя, знаете, не то что дойду, а мне кажется, уже пора. Можно будет реально подрубать стримы по ОПшке, где я просто буду делать циклички. Потому что по факту циклички, это неинтересно, если я на видео буду ещё циклички выполнять, это прохождение затянется на серии 400. На видео действительно можно будет выполнять только нормальные задания, дополнительные и сюжетные, а вот эти вот циклички, типа на стриме бегать, я не знаю, как вам идея такая. Вообще, по-моему, нормальные люди так и делали. Циклички в оффлайне проходили, ну там шкрек, по-моему, да, циклички там то на работе, то просто сам это для себя побегает, повыполняет, потом на видео такое, хопа, ребятка, а я вот выполнил. А я вот баран что-то хожу, непонятно чем занимаюсь. Так вот, да, мне ГПшки нужны. М203 у меня просто, наверное, скопилось так, получилось. А куда я ГПшки делал, подожди, опять же, я не заходил 500 тысяч лет в ОП и уже всё забыл, представляете? По-моему, я их просто сюда скинул, да? Да. Кстати, у меня 10 штук всё-таки есть ГПшек. Когда в бар приду, надо будет сдать это задание. Ладно, чуть-чуть разгрузился. Чё, давай, пообщаемся, Сахаров. У тебя продаётся спальный мешок? Я спать хочу, пипец ты не представляешь. В смысле, я с тобой даже не побеседовал, ты уже всего наилучшего, подойди. Ой, баран тупорылый. Да-да, я. Снова мне твою жопу спасать Круглов. Это чё такое, почему он не подходит? Слышь ты, я к тебе сейчас сам залезу, понял? А чё за фигня? Почему он этот... О, наконец, с третьего раза подошёл. Так, комбез ССП эколог он дал. Благодарю вас, моченный. Короче, это всё стандартные диалоги, замеры сделаем. Несы главное, сам знаешь куда. А можно с вами поговорить? Я вот уже аж на колени встаю перед вами, товарищ Сахаров. Может вы наклонитесь немного вперёд, а? О, спасибо. Работа есть? Нет, видимо, цикличка откроется после замеров. Добрый вечер, профессор. Я по договорённости с Петренко. А, артефакт необычный. Петренко говорит, не было ещё таких. Да, судя по описанию, нонсенс. Я ему пообещал новые экзоскелеты для его братья. Берите. Проф, у меня к вам вопрос. Да, я вас внимательно слушаю. Мне нужен рецепт преобразования содержимого желудка контролёра в редкий артефакт. Да, знаю я такой рецепт. Только речь идёт не о содержимом желудка, а о био... Чё? Био... Безуаре. Знаете ли, это большой старый комок пищи. И не только. Говна ещё, что ли? Который застрял в желудке и не может выйти. Встречается нечасто. Проф, меня сейчас стошнит. Вы можете подсказать рецепт? Конечно, но не за просто так. Нет, идти никуда не надо. Требуется всего 50 тысяч на развитие местной науки. Ведь должен же я расплачиваться за артефакты и прочие предметы со сталкерами. А при нынешнем кризисе за периметром... Я вот сейчас накормлю тебя этими без... Ну, короче, фигню этой. Она у тебя быстро выход из желудка найдёт. Мало не покажется. А, понятно. Как успехи. Какой какус? О чём он говорит? Не продаёт он, короче, спальный мешок. Зато он продаёт элитный детектор аномалий за 50 тысяч. Понятно. Но думаю, больше диалогов и функций с ним откроется после, собственно, выполнения задания на замеры. Это мы пока вот тут скинем, пусть полежит. Экзоскелеты, наверное, в обратном пути использую. В разряженном экзоскелете вроде можно ходить просто. И с помощью этого я, собственно, передвину вот этот тайник, куда мне нужно будет. И всё будет хорошо. Пойдём. Правда, патронов у меня на самом донце осталось, что называется. О, добрались. Правда, одного всё-таки в аномалии потеряли. Понятно, дебил выйти не может. Да-да-да, я пока пойду очищу этот тоннель от зомби. Получена информация о тайнике. Блин, я опять на секунду забыл, что нельзя лутать зомби. Но, во-первых, мне не повезло... Тьфу, блин. Повезло, что меня не стукнуло. Во-вторых, мне ещё и тайник выпал. Охренеть, вот это удача. Всё-всё, не лутаем зомби. Я, блин, не привык. Ну, по крайней мере, пока я лутать не могу. Возможно, потом, когда я буду крутым и навороченным, и мне уже будет насрать на эти вот пси-понты, которые возникают при обыске зомби, и я смогу лечиться спокойно от этого, то тогда я буду лутать. Но пока, сами понимаете... Лутанул зомби, лишился половины запаса медикаментов. Бро, ну ты... Подожди, подожди. Когда я тебе куплю, у тебя спальный мешок. Это вот настоящая проблема, на самом деле. На данный момент у меня. У всех там проблемы, типа, ааа, вот у меня... Я не знаю, там время циклички кончается, или вот мне нужно нафармить что-то, а я не могу. У меня проблема спать, где, как. Когда отключили монетизацию на ютубе. Я его не брошу. Это вот, короче, пов ютуберы прочитали сообщение от ютуба, которое им выслалось про отключение монетизации. А это вот они через месяц без монетизации. И я тоже. Эх. Ладно, живое вставай, пойдем. Почему-то в какой-то момент, в детстве, мне казалось, что эта миссия очень сложная. Ну, в плане, не знаю, у меня почему-то не всегда получалось засейвить Круглова, и мне впадло было делать замеры постоянно. Вечно там то куча зомби, то снорки мешали, то еще что-то. Сейчас вот что-то прошел, так подумал. Что-то вообще просто. Да в целом, сталкер, легкая игра, если так подумать. Да приляжем, приляжем скоро, надеюсь. И надеюсь не в гроб, а в спальный мешочек. О, кстати, а тут нычка сохранилась. Какая-нибудь. Нет, нет, тут нихрена. Тайников на интере у меня, ну, а, это тайник коллекционера. Нет, нету у меня тайников, короче. Тайник коллекционера это на завод кондехать. Не, ну можно, конечно, сахар на пси-шлем нагреть, взять и пока в лабу не спускаться, чисто на заводе пошукать. Но не знаю. Вообще, наверное, следующей моей глобальной целью будет АТП, что думаете? Или все-таки устроить подготовку к лабе? Наверное, не знаю, посмотрим. Хватит двери дрочить, сумасшедший, заходи. Ладно, я просто подожду, пока он зайдет. Ого, ученые на гитарке шпарят, у костра сидят, я считаю. Ну, не сказать, что это прямо что-то необычное, но я почему-то такого раньше не видел. Замеры тут, тут и тут. Все точно. Точнее быть не может. Хорошо. Сейчас я попробую настроить прототип. Прототайп. Игра такая была. Ну и есть. Не помню, я в детстве играл либо в первую, либо в вторую часть. Здорово. А, понятно, быдло. Развернулся и ушел. Продай спальный мешок, а. Блин, а в чем проблема реально была засунуть? Ну, хоть, я не знаю, в баре. Вот хотя бы одно единственное спальное место на территории всей зоны. В баре. Почему нельзя этого сделать? А может оно есть, а я просто не знаю. Ну вот я испытываю проблему жесткую со сном. Что делать? Подойди уже нормально. Спасибо. Так, каменный цветок подарил. Хорошо, я попробую. Все, настроенные пси-шлемы получили. Это мы сюда скинем. Так, что? Циклички все еще не открылись. Видимо, нужно все-таки в лабу спускаться. Что у него по предложению? Давайте посмотрим. По б-припасам. Он продает зарядок гаусс-пушки. Это что? Супер гаусс? Тоже, видимо, какой-то супер патрончик. А, подожди, какой супер патрончик? Это, наверное, пушка целая. Да, да. Подожди, а почему я зашел в боеприпасы, а тут и комбез, и пушка, и все на свете? А что будет, если я в новейшее вооружение зайду? Тут тоже другие товары. Ладно, просто я подумал, если я зашел в боеприпасы, значит, это только патроны. А тут нет. Супер гаусс. Короче, патроны. 9-миллиметровые гауссу тоже. ССП Вега. Это, видимо, зеленый комбез. И, ну, понятненько, патроны к дробовику. Так, из новейшего вооружения у него есть спасик за слезняк и М72М гаусс винтовка. Капец этих гауссов расплодилась. Препараты для поддержания жизни. Научные аптечки за колючки он покупает. Вот, вот это надо намотать на ус, скажем так, потому что научные аптечки, нам а штук 20 сейчас нужно. Комплекты, ну, это понятно. А колючка у меня есть какая-нибудь? Или там, может быть, в баре где-нибудь? Завалялось, а? Батарейки, беноверский огонь, вспышка, выверт, глаз ворона. Есть только кристальная колючка. Простую колючку я пока не вижу. Я вот еще занятия на стрим... А может, я реально завтра стрим ПОП подрублю? Если, конечно, я не найду что-то более интересного для стрима. Циклички повыполнять. И, короче, мне уже много серий пишут посортировать тайник. Я реально хочу, во-первых, перенести куда-то тайник на крыше, там. Затестить места эти, которые якобы не обворовываются. Во-вторых, рассортировать, действительно. Вот такие вот оффлайновые вещи. О, ну. Зря я ученых спасал, короче. Вот какая судьба их постигла. Просто вбежала собака. А ученым вообще похер. Даже никто с пистолета не пукнул. Просто все подохли у костра. Да, не часто я вижу здесь новые лица. Че, у тебя КПК-патроны. Это хрень. Аколок. Не, ну я все заберу с вас. Типа, ящик тут рядом, не надорвусь. Я вспоминаю, что Сахаров у меня что-то купит из этого. Стволы покупает. Ладно. Будем знать. Понятно, наверное, куда-то выгоднее, там можно было все засунуть. Ладно, экзачи берем. Они нам нужны. Давай пока не будем вот этим вот заниматься, в экзоскелете паузать. Пока можем их таскать, тащим. Сейчас к тайничку подойдем, тогда уже в экзоскелете поработаем. Тайничок на месте. Куда же он денется? Забираем все. И обсираемся от перевеса. В экзаче. Обосремся? Че, даже в экзаче? Твою мать, это плохо. Но там похерни, там на самом деле можно подразгрузиться. Только вот что сбрасывать, я не знаю. Вроде супер прям ненужного, я здесь ничего не замечаю. Но вот радость туриста. Все, могу ходить. Найс. Короче, наверное, куда-то туда вот сейчас засуну этот тайник. Думаю, NPC здесь не ходят. Хотя, если я сейчас шагом сюда не взберусь, то в принципе в жопу могу только засунуть тайник. Но нет. Вроде все окей. Че, как думаете, здесь не наворуют? Вот здесь вот. Я надеюсь, что нет. Давайте попробуем заложить здесь тайничок. И будем все потихонечку скидывать, что нам не нужно. А что я бы хотел дотащить с собой. Блин, ну вот эти броники я бы хотел, чтобы они у меня в основных тайниках были. Ну, наверное, я их и могу дотащить. Я просто стволы сюда вот эти вот сраные скину и РПГшку тоже. И в принципе все. Броники я попробую дотащить с собой, действительно. В этом комбизе я точно не потяну, да? Поэтому придется сейчас в экзаче ползти через всю дикую. Но что поделать? Снайпер воскрес внезапно. Еще и бандиты подоспели. Кровосос. А! В итоге из всех меня напугала сраная кошка. Блин, глаза. Ай-яй-яй. Все слипается, все двоится. Ужас. Блин, у меня вообще здоровья нет. Еле живой. Письмо. Че за письмо? Письмо, привет, мой любимый. А я не помню, я уже находил такое или нет? По-моему, не знаю. Даже предполагать не буду. А! Да, письма я уже находил. Че это я... Жалко, тут не пишет дату, когда я их находил. Потому что я про них вообще забыл. Но экзоскелеты, наверное, я сдам. Ай, блин. Сдам прямо сейчас. Потому что банально к своей нычке я, наверное, пройти не смогу, да? Там же прыгать нужно. А я в разряженном экзоскелете не прыгну никак. Еще один повод переехать на крышу вон тех зданий. А может на саму вышку вот эту, слушайте? Интересно, на ней воруют или нет? У кого есть инфа? Может кто-то делал там свои схроны? Я вас категорически приветствую. Опа, наш гонец. Что с экзоскелетами? Приволок. Вот они оба. Ну, благодарность от долга ты имеешь. Будешь представлен к награде. Доставай свой на ладонник, пиши рецепт. Вау, вот это награда. Все, тащить могу, найс. Задания у него пока больше нету. Можно в влащине лагеря уничтожить. Броню долгу он за это дает. А ну-ка пойдем чекнем циклички у Захара. Может я смогу ему охотничий плащ засунуть? Ну-ка, че у тебя? Да, принести новый охотничий плащ. Картечь за это дает 5х сигареты, лаки страйки, гранаты или под ствол. Бро, результат положительный. Все, картечь дал. Сколько ты отсыпал хотя бы? Так, это ЖК, подожди, где картечь? А, вот. Я не знаю, сколько у меня было. Наверное, мало. Захар, привет. Могу обрадовать тебя. Проход свободен. Сам знаешь, пули не сговорчивых уговорит. Сделал? Ух, молочина. Наконец-то мы сможем наладить связь с учеными напрямую. А то через агропром гораздо дольше и неудобней. Захар, не мне тебе советовать, конечно, но ты бы какой-никакой форпост на заводе Росток организовал. Мало ли, опять вернуться. Да, совет дельный, подумаю. Вот, держи награду. Че мне еще на этой локации надо сделать? Ну, только бармену доки принести и все, в принципе. Че будем делать-то? Я вот не знаю, чем сейчас вообще в целом можно заняться. А может вообще на болото пойти? Че думаете? Или все-таки АТП попроще будет? Я вот не знаю пока. Ладно, пойдем за кострами и заодно скинем комбезы всякие. Так, стоп, у тебя будет 3х небольшой рюкзак. Ну, слушай, я могу просто, чтобы этого квеста у тебя не было. Или ты, может, что-то другое давал. 4х рюкзак теперь ему надо. Че за это дашь СКС? Понятно. Интересно, насколько далеко у него там эта цепочка цикличек. В плане, типа, сколько он еще рюкзаков будет брать. Ну, блин, выглядит прикольненько. Чикаго этот, по-моему, или Глок 35, я не помню. По-моему, Чикаго все-таки говорили. Прямо жестко пригодится по квестам. Береги. Поэтому бережем, конечно же. Так, вроде скинул все лишнее. Пойдем костры сдадим. На, жри. Облегченный Эшк МП-7. Класс. Че я тебе еще могу притаранить? Глушители ему всякие нужны. Облегченный ЛР. Короче, он за обвес и дает всякие уникальные стволы. Но облегченные. Это тоже облегченный. Ну, или облегченный. Как правильно. Выверт Медуза. Сломанная плата с микросхемами. А я не знаю, есть ли у меня лишнее. По-моему, есть. Но что-то награда там такая всратая, конечно. ПСОшки всякие хочет. Аказ улучшенной кучностью стрельбы. За Медузой и Выверт Рим наборы дает. Понятненько. Ну, такие какие-то циклички в скобочках. Обмены. Вот реально это больше на какие-то обмены смахивает. Ну что, дружище. Как оно? Я хрен знаю, чем сейчас заняться. Серьезно, в очередь. У меня небольшой ступор. Может реально надо было идти в лабу? А с другой стороны, я же не готов. Блин, спальный мешок. Где взять? Где взять? Бармен, дай спальный мешок потрогать. Да. Хреново. Так, ружье фамильное. Кстати, я что-то не взял задание. На дикой. Надо бы это выполнить. Что по цикличкам? Ничего, здорово как жизнь. Что, правда, прикольно. Понятненько. Ну, пойдем за фамильным ружьем. Чего? Чем больше зевает главный герой, тем больше хочу спать я. Что за несправедливость? ОП-2-2 это next level mod. Типа, ты переживаешь то же самое, что переживает твой главный герой. Ну, не всегда, конечно. И это к лучшему. Представьте, если бы вы переживали все, что переживает главный герой в ОП. Так, как бы и коньки отбросить можно. Вы где бормочите? За вагоном они там где-то, что ли? Ладно, сейчас. Сейчас оценим. Оценили твой анекдот. Анекдот просто бомба. Подарил взрывное настроение. О-о-о, далеко собрался. Интересный, конечно, паренек. Гитара. Нормально. Так, а тут у нас сталкера теперь. И куча мутантов по нас спаунилась. Ты посмотри просто. Так, у вас тут все до собак нужны по-любому. Сколько у меня их уже? С собой два. О, а в нычке три. О, слушай. Можно будет еще квест Петренко сдать. Чтобы серия не была прям настолько пустой, что я ни одного квеста за нее не сделаю. Но я как минимум сделал замеры. Чего пристали? Все, уже хоть что-то сделал. Да ладно, зато как я определюсь, куда пойду в следующий раз. Либо в лаву, либо на болото, либо на ТП. Так, сразу контент попрет. Потому что это целая локация с кучей всякого интересного, наверное. Я всем фиг, что на данном этапе я южные локации заездил малость. Ну, я всем фиг, что не полностью. Но вот что смог, пока топа сдавал. Для остального нужно идти на северные локации. Выполнять задания, фармить и так далее, и так далее. Так, где твое фамильное ружье, братанчик? Что-то я пока не совсем вдупляю. В какую задницу ты его здесь засунул? Ну, в толчке были бинты и аптечка. За это, конечно, спасибо. Радиация, кстати, вроде не лупит меня. Как надо. А, вот здесь, нифига себе, смотрите, как сделали. Тос-охотник. Всякие припасы, дробь. Это все надо. В лабе пригодится по-любому. Короче, годно. В виде тайника такого жирного сделали. Не то, что в оригинале. Какой-то простой обрез. Кинули там в тоннель. О, боже. Надо прилечь. Кто-нибудь понял, что это было? Я нет. О, блин. Только не ты. У меня такие плохие воспоминания, связанные с электрохимерами после лонгроуда. Хотя, чё? Она забежала в какой-то телепорт и исчезла. Представляете, ее по-настоящему перенесло. Или... О, ну-ка, как он называется? Просто Большая Бен, понятно. Или чё с ней произошло? Да нет, она вроде скачет там дальше. Красивая текстурка у Большого Бена. Биг Бен. Биг Ди. Ой, ладно, это уже что-то не то. Так, а чё это за телепорт? Или чё? Или мне показалось, наверное, что она в телепорт вошла? Вот она, химерка-то. Вон она ходит. Дурацкая. Нет, не показалось. Телепорт тут действительно есть и меня выкинуло наружу. Спасибо. Я не против. Там пленка. Верните меня назад. Я эту дуру тоже лутануть охота. Да блин. Чё, меня сюда перенесло? Чё за фигня? Чё происходит? Верните меня внутрь того дерьма. Это мне для этого, наверное, куда-то вот сюда надо. Или что? Да, чтобы попасть в тоннель через телепорт, мне нужно упасть в грёбаную электру. Вот это вы здорово придумали. Так, не переносите меня раньше времени. Я хочу заполучить плёночку. Опа. Ай, блин, она кровоток мне вызвала. Кровоток? Кровотечение? Вообще пипец. Фух. Порядок. Возвращаемся. Нашёл. Держи своё ружьё. Что? Ружьё? Ого, брат, братишка, братулька. У меня просто нет слов. Ладно. Короче, не будем всё это считать. 15 тысяч он дал и рецепты. Вот это я понимаю. Вот это награда. Не то что... Вот сравните, да? Я притащил просто пацанчику ТОС-34 Охотник. На тебе. Денюжки. На тебе аж два рецепта. Или что? Подожди. Один. Окей, это скорее всего один рецепт имеется в виду. Стальной колобок. Щедрая, солидная награда. Сразу видно. От души. И Петренко. Я ему два экзоча притаранил. Но по факту квесты оба похожие. Просто принести. Я ему два экзоча притаранил. Которые там в сумме весят 500 тысяч тонн. Взамен просто спасибо. И какие-то там всратые эти преобразования. Преобразования намного хуже, чем рецепты вот именно нормальных, красивых, жестких артефактов. О боже. Лиса. Что здесь лиса забыло? Нифига себе. Первый раз вижу, что тут лисички бегали на территории бара. Так, сейчас заберем хвосты. И пойдем отнесем их к прапору. Здорово. Ну ты как? Смотрю в боевом положении. Вот твои хвосты. Мне как раз заказали бусы бабки Бюрера. Бери, бери. Хорошему человеку не жалко. Ну и вот тоже довольно неплохая награда. Так, что там по свойствам? Взрыв 8, пули стойкость 10, облучение 9. Нормально. А, подожди. Че? А, не, все окей. У меня пули стойкость минус 11 из-за других артефактов. Ладно, наверное, на этом пока будем закругляться, парни. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте, что стримы теперь пока что будут на траве. Ну я буду трава ее называть, но вообще трава называется. Стримы на траве. Завтра, скорее всего, подрублю по сталкеру. И, вероятно, это будет ОП2. Не уверен, что ОП. Посмотрим. Может быть, я, ну, типа, проснусь. У меня там какая-то другая идея возникнет, более интересная. Если ничего не придумаю, будет ОП, циклички. Возможно, что-то пофармлю, что-то подготовлюсь. И в следующей серии мы уже пойдем куда-то. А в комментариях вы под этой серией решите, куда мы пойдем. В следующей серии АТП, болото или их 16. Так, ну тут мне делать нечего, да? Тут пока этот... Ничего не отспавнилось вроде пока рано. Так что пишите в комментариях, куда пойдем. Регистрируйтесь на Троу. Честно, мне не платили. Со мной не связывались. Я не писал никому там ничего. Не узнавал. Я просто зашел, а там мой кореш стримит. Никита АДШ. Ну, точнее, нет. Он стримит на Ютубе. Я зашел, а он, как бы там этот... А это стрим кликбейт, блин. Там, типа, написано... Оригинальный стрим идет на Троу, вся фигня. Ну, я перешел, зарегался. Он мне рассказывал, что там по функциям, что, кого и так далее. Я такой подумал, блин, а ведь это действительно неплохо. Давай попробуем. И вот как-то так. Плюс еще какие-то сталкерские ютуберы, я знаю, там есть. Ну, АДШ, он, конечно, больше стал крафтер. Но вот Найтгвар зарегался, я знаю, на Троу. Кто еще? Надо, надо попробовать. Че вот это вот... Тем более, что там лучшее качество стримов, чем на Ютубе. На Ютубе с этим, на самом деле, огромная проблема. То не прогружается, то еще что-то. Кто-то шакалит, хотя битрейт это там вообще высочайший ставишь. И при этом нет такой жесткой душниловки правилами, как на том же Твиче условном, да? Поэтому должно быть интересно. В общем, все. Я все сказал. Ссылка на мой канал Натрова в описании. Подписывайтесь. Подписывайтесь также на тележку. Ну и вступайте в группу ВК. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео по ОП-22. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok